Собственно, квантовая криптография у нас сегодня тема. Проблема защиты передаваемых сообщений формулируется как проблема распределения секретного ключа между корреспондентами. Квантовая криптография призвана решить эту проблему. В отличие от классической криптографии, она опирается на фундаментальные свойства квантовой физики. Принципы квантовой криптографии реализуются у нас в системах квантового распределения ключа. В мире ведутся очень много исследований в данной области, однако только несколько систем доведены до коммерческого использования. В России всего лишь 3-4 образа таких систем. С одной из таких систем я работаю. Собственно, фотография реальной системы. Принцип действия таких систем основан на кодировании передаваемого состояния одиночного фотона, то есть частицы. Это чистая физика, никакой математики. Подробности углубляться не буду, здесь приведена схема. Что сразу стоит отметить? Я не говорю про шифрование данных или про кодирование какого-то канала связи. Нет, речь идет только о создании секретного ключа, абсолютно секретного квантового ключа. То есть вот эти два блока, они предназначены только для генерации ключа. И все. Был создан легкий стенд квантово-криптографической сети, который включает в себя данную систему. Мы взяли два компьютера, использовали их как криптошлюзы. Топология точка-точка, подняли канал Ethernet. И, собственно, создали такой небольшой стенд, фото реального стенда. Значит, сразу хочу сказать, что стенд это масштабируемый. Да, это весьма начальная конфигурация. Все это дело в перспективе. О чем пойдет речь? Работа протокола квантовой криптографии. Значит, мы ее инициируем. Чтобы было понятно, это у нас создание квантовых ключей. Ключи не передаются по каналу связи. В качестве канала связи у нас волоконно-оптическая линия связи. И ключи формируются непосредственно на двух персональных компьютерах. Ну, то есть это могут быть аппаратные шифраторы, чтобы было понятно. Что мы научились делать? Когда мы купили эти системы, вот эти два ящика, их продают без какого-либо описания детального. То есть это все идет на экспорт. Очень ограниченный функционал. И мы два года потратили только на то, чтобы увидеть ключи. То есть фирма их продает, она говорит, что они работают. Мы их действительно запускаем. Система работает, но ключи мы увидеть не можем. Мы два года разрабатывали протокол. И теперь мы можем получать эти ключи. Скорость формирования 500 бит в секунду. Конечно, очень медленно. Что мы делаем? Мы на двух компьютерах создаем туннель IPsec. Формируем ключи по протоколу квантовой криптографии. У нас получается one-time pad. То есть одноразовые блокноты. Вот такое содержание. На данном примере мы взяли 256-битные ключи. У каждого есть идентификатор. В чем особенность? Еще раз повторюсь, файлы формируются на двух компьютерах. Одновременно не передаются никакие данные по сети. Только квантовое состояние фотона. Ну, собственно, далее мы в ручном режиме мануально интегрируем эти ключи в протокол IPsec. Конфигурация довольно примитивная. Два направления, четыре направления. Оба все не шифруются 256-битными ключами. Ну и для проверки это были произведены IPsec dump. Команды, чтобы все это дело просматривало, что действительно шифруется. В чем особенность? Это все конфигурация, конечно, примитивная, но перспективы весьма большие. Да, вы скажете, квантовых компьютеров еще нет, но системы действительно работают. Первый раз они были использованы на Олимпиаде. Ну, не нашей страной, конечно, не у нас. Все это Швейцария, Америка, Япония, Франция. Америка закрыла экспорт вообще. Франция кое-как, Япония. Все публикации закрыты. Одна Швейцария продает эти системы, весьма ограниченный функционал. Что я могу сказать? У нас есть несколько вариантов, конечно же, на перспективу. Мы можем взять готовые системы и разрабатывать свой протокол. Второе. Мы можем сделать свои шифраторы и разрабатывать свой протокол. Но опять же будем использовать чужие системы. Конечно, при таком раскладе мы не получим никакие лицензии, эти системы не будут использованы в серьезных организациях. Но лично я верю, что мы можем создать даже такую систему. У нас есть очень хорошие инженеры, у нас есть софтовики, хорошие программеры. Мы можем полностью в будущем сделать подобную систему квантового распределения ключа. Квантовая связь у нас впереди. Спасибо за внимание. Вопросы? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, получается, что на обоих сторонах создается некий сессионный ключ симметричного шифрования, да? Да, только он не сессионный. Это вообще… Постоянный, да? Первичный – это набор бит. Просто набор бит постоянно идет-идет. Это мы уже научились его разбивать на ключи разной длины. Ну, это на обоих сторонах один и тот же ключ. Да, одинаковый. А состояние фотона, которое ходит по сети, для чего? Для того, чтобы синхронизировать эти два устройства? Оно не ходит по сети. Сеть в нашем случае – это канал волоконно-оптический. Ну, по каналу. Оно передается квантовое состояние, чтобы получить одинаковый ключ. То есть это не набор бит. Я понял, кванто-оптический канал между этими двумя устройствами – это обязательное условие. Это обязательное условие, да. То есть получается, чтобы пустить это в такую промышленную эксплуатацию, нужен один доверенный канал в виде вот этого кванто-оптического и Ethernet, который позволяет… И любой Ethernet. Понятно. Спасибо. То есть интернет тоже перфективный, конечно. Ну, просто да, это… Все, понятно. Спасибо. Еще вопросы? Какие требования в волоконно-оптической компоненте? То есть это должен быть одномод, многомод? Какой может быть коэффициент затухания? Это вообще абсолютно любое волокно. Я экспериментировал на 50 километров. Катушка была SMF-28. Стандартное волокно одномодовое. Там требования предъявляются внутри компонентов. Основная проблема – это однофотонные детекторы. Там очень должно быть качественные модули стоять. То есть любое волокно, но особые SRP-шки? Еще раз. Любое волокно, но особые SRP-шки? Ну, только внутри модулей. А так обыкновенное волокно. Еще вопрос. Вы сказали насчет 50 километров. Ту скорость, которую вы называли, это именно на 50 километрах или когда они рядом стоят? Такая скорость, она до 100 километров. Хочу сразу пояснить. 50 километров – это у нас же фотоны, они двигаются в двух направлениях, то есть туда-сюда. Это значит 50 километров, 100 километров – реальное. Сразу рассчитывается о потере, затухании вносимое и так далее. Ну да, там просто на расстоянии насильно будет падать. Там особенность в том, что уровень сигнала в таких системах 0,1 фотона на импульс. Это значит, что в каждом десятом импульсе у нас только будет какой-то очень слабый уровень сигнала. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы ID-квантиковскую систему купили, да? Это ID-квантик, да. А просто почему вы не взяли нашу какую-нибудь систему? Потому что там у них есть и описание нормальное, и, собственно, все протоколы описаны. Наша готовая система? Ну, конечно, из МГУ, например. Ну, это у них псевдосистема, я бы сказал. Почему? Насколько я читал описание, потому что у них нет квантовых генераторов. Почему у них все есть? Они используют иностранное оборудование, одиночный фотонный детектор, я имею в виду. Ну, только у ID-квантиковской системы они неустойчивы к атакам на аппаратную часть. То есть там как бы те же самые проблемы. Вы имеете в виду что? Чтобы интегрировать ее? А? Ну, вот эти вот атаки с перевозбуждением. Насчет атак, конечно, это, наверняка, знаете, Макаров. Нет, просто смысл — это лишняя работа, когда как бы уже есть совершенно нормальные наши системы. И вопрос такой еще. Вот вы чистку ключа организовываете по Ethernet, правильно? Нет, чистка ключа у них по протоколу квантовой криптографии. BV84 там организован, либо 92-й. Нет, нет. Вам для регуляции сети нужно два канала. Один квантовый канал, да, а, собственно, вычищать ключ, у вас должен быть обычный канал, да, для того, чтобы, собственно, исправить ошибки. Для синхронизации, да. Да, вот это вот как там организовано? Через Ethernet. Нет. Сам квантовый ключ, он генерируется по волосу, конечно. Нет, а вы это уже сами реализовывали, да, чистку ключа? Нет, по протоколу. То есть вы просто… Мы взяли готовые ключи, формировали их и уже интегрировали в IPsec. А как… Там есть описание того, как сам этот протокол реализован? Описание протокола есть, но оно закрытое. Ну, это, конечно, там очень много проблем. Это, конечно, вот… Ну, я думаю, что… Проблем еще колоссально много, на самом деле. Вот, я бы все-таки вам рекомендовал повернуться к нашим системам, потому что там хотя бы понятно, что делается. Насколько я читал описание наших систем, не готов еще с ними работать и исследовать. Далеко им еще. А этих твоих описаний даже не знаете? Они совершенно нормальные системы. Это устойчивые системы, которые действительно работают, описание. Мы их разобрали по винтику, эти системы. Так у них в МГУ сейчас тоже они стоят и молотят круглыми сутками. Совершенно устойчивая система с автопостройкой, со всеми делами. Просто у вас здесь черный ящик, и вы непонятно… На самом деле у вас нет никакой уверенности, да, откуда вы берете ключи, да, какие у них свойства, да, что они там делают. Потому что к той же ID-квантик, те же ребята из МГУ, да, они, например, посмотрели дачу случайных чисел. Фактическая реализация абсолютно не совпадает, да, с заявленными патентами. Да, то есть они вот взяли его, разобрали, посмотрели, там было совершенно другое, да, то есть там не было даже никакой квантовости. Поэтому вот работать с такими вещами, но это на самом деле не очень, мне кажется, продуктивно. Я думаю, что перспективно. Сомневаюсь. Спасибо за доклад.